Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я рада приветствовать вас на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Доброе, хоть и мартовское, но морозное утро. Сегодня я хочу вам показать детскую кофточку. Многие удивятся. Татьяна, ты, наверное, перепутала название видео. Нет, нет, это не огородное видео. Просто у меня взошел крест-салат в микроскопической такой таре. Еще пару дней и он упадет, его нужно уже кушать. Это вот не крупный, это довольно-таки мелкий грецкий орех, это просто сравнить. И мне очень хочется показать, потому что видео про огород в ближайшее время я снимать не буду, наверное. А к тому времени, в общем, эта красота, наверное, уже упадет. Вот я и решила поздороваться. Но это первая причина. А вторая, то, что кофточка называется «Скорая весна», и таким образом и названием кофты, и вот такими вот микропосадками. Мне хочется приблизить весну, позвать солнышко, которое где-то задержалось в пути, и зима лично у нас не сдается. Итак, теперь к сути героини главной. Вот она, маленькая, очаровательная детская кофточка «Скорая весна». Рассмотрим подробнее. Я оставлю ссылку на ролик, где говорю, сколько набирала петель на горловину, рукава, спинку и полочки соответственно. Все вязалось цельным полотном, планочки вывязывались сразу. Длина реглана у меня в районе 16 см, если брать 3 рядочка горловины в том числе. И 15 см, в районе 15 см, если брать только линию реглана с подрезом. Подрез 3 петли составляет. Как всегда, это простая игра лицевых и изнаночных петель. Предполагалось, что розовым цветом я свяжу еще такой довольно-таки сантиметры 3-4, то есть как бы эффект футболочка под кофточкой. Но потом эта идея отказалась, достаточно было только полоски сделала и, соответственно, закончила тоже розовым цветом. Игра простых лицевых и изнаночных. В конце у меня несколько рядов платочки. Единственное, разбавила я таким микрожаккардом, я не знаю, как это назвать. Начала я вязать зеленые ниточки, как обычно. Здесь я ввела розовую ниточку, две лицевых, розового цвета, две лицевых, зеленого цвета. Прошла, прошла, пошла весь ряд по спине в том числе и закончила. Планочку я тоже связала потом зеленым. Ниточки я спрятала, они практически незаметны. Если говорить о размерах, то ширина 27 см. Высота, начиная, не брать во внимание горловинку, по центру спины до конца 30 см. Ну и, как я уже сказала, 15 см линии реглана, если не брать во внимание горловинку. Узоры самые простые. Это бороздки из изнаночных петель и дорожки 2 вместе накид, 2 вместе накид, которые образуют дырочки. Я очень люблю их использовать. Вот как смотрится кофточка в общем и целом. Пуговички очень подходят по цвету. Не понимаю, почему мутно, не хочешь сконцентрироваться. Это мишки зелененькие с розеньким бантиком. Все как положено, все как надо. А теперь вуаля, посмотрите на спинке. У нас тоже живут 3 мешутки. Вы знаете, что у меня какое-то особое отношение со спинкой. Я люблю сюда... Оставлю ссылку на кардиган тепло Норвегии, где там деревянная бирочка, ручную работу. Оставлю ссылку на черный кардиган, где у меня тоже пуговица. В общем, как-то со спиной у меня теплое отношение. В том плане, что не хочется, не всегда хочется оставлять ее без внимания. Вот так смотрится кофточка. Что касается пуговок, честно говоря, меня потом в конце посетила одна идейка. Сейчас скажу, поделюсь. Мне кажется, не менее интересно, а может быть даже более интересно. Смотрелась бы кофточка, это потом я уже поняла. После стирки, после того, как пришила пуговицы. Если будут пуговички, до вот этого розового микрожаккарда. А здесь пуговичек не будет. Будет довольно-таки... Ну, кто-то не любит, когда довольно-таки широкая часть без пуговиц. Но в этом есть определенный шик. В этом есть такой определенный мамзельский девчачий шарм. Поэтому, как идею, кому понравится, можно это тоже использовать. Что касается расхода пряжи, то от двух 50-граммовых моточков осталось вот столько. Я так думаю, тоже, может быть, в районе 80 грамм ушло пряжи. Как и предыдущая розовая кофточка, которая тоже связана из DropsNord, была. Я ссылку оставлю. Это тончайшая вещь и очень теплая. Она какая-то прям такая вот... Очень тоненькая и очень тепленькая. Мне нравятся вещи подобные. Розовую я думала, я истрачу пряжу всю. Все остатки от кофточки розовой. Но даже от розового у меня... Я прям так экономила обвязкой и так далее. Как будто и не тронула. Сколько осталось от розовой, столько осталось. Но эти два моточка, которые остались, у меня будут красками. Красками задумала я, если донесу. Ветер перемен, правда, у меня дует сильно. А вот холст. 10 моточков пряжу мне прислала в подарок Ирина, Пугольцева, Алена. Такая прям вот теплая атмосферная кофточка получилась. Хотя потому, что столько там людской доброты. Это у меня холст. 10 моточков такой пряжи. Сейчас я попробую мысль донести. В общем, на холсте вот такого цвета я буду писать вот этими красками. Я уже придумала, что это будет. Нежнятина, вкуснятина. Если ветер перемен не подует, то... Да в любом случае, подует, не подует. Я обязательно покажу, что получится. Ох, ель привлокла. Таня, а вот такого цвета тебе не нужно? Замечательный цвет. Цвет солнышка, цвет весны. В обложке Ангелик мы обязательно его используем. А в моей кофточке нет. Он будет лишним. Потому что... Ну, мы потом все расскажем и покажем. Ладно? Ну, а на этом, дорогие зрители, мы говорим вам до свидания. Я побежала на работу. Ангелик остается по хозяйству. Мы знаем только одно. Скоро весна. А весна – это солнышко. А весна – это цветы. Именно весны, весны в душе мы всем и желаем. Все вам самого-самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова